Здравствуйте, меня зовут Евгения Матвеева. Я хотела бы вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вы читали книгу Десмонта Морриса «Голая обезьяна»? Возможно, да, возможно, нет. Но я вам сейчас напомню, что согласно интересному, забавному предположению Десмонта Морриса, он соотнес вид Homo sapiens к 193-му виду больших и мелких обезьян и, по сути, приравнял нас к этим самым обезьянам, к стадным обезьянам и, в принципе, достаточно остроумно показал и доказал это на практике. Присмотревшись на эту ситуацию под этим любопытным углом, я нашла много степени похожести с тем, что можно увидеть в жизни. Дело в том, что, как правило, в корпорациях нас всех окружают альфа-самцы или альфа-самки, которые, как правило, занимают доминирующую позицию. И обычные рядовые сотрудники – это маленькие обезьянки или просто-напросто обычные клерки, обычные сотрудники, небольшие руководители небольших подразделений, которые служат харизматичному, энергетически наполненному альфа-самцу или альфа-самке. Очень такое любопытное, возможно, спорное наблюдение, которое, тем не менее, может оказаться весьма полезным для оратора. Что очень важно для оратора? Для оратора очень важно находиться в хорошем ресурсном состоянии, иметь большой запас здоровья, энергетики, потому что аудитория, она считывает, она считывает нас на инстинктивном, первом, базовом, бессознательном уровне. Какой у нас ресурс здоровья, какой у нас ресурс энергии, насколько мы можем влиять, насколько мы можем изменять, заставлять силой нашего невербального проявления, насколько мы можем влиять и заставлять меняться нашу аудиторию или, в кавычках, маленьких, небольших обезьянок по многоуважаемому автору, по теории многоуважаемого автора, с которой я начала этот ролик. Итак, вы себе можете представить, обратившись к своим инстинктивным, к своей инстинктивной памяти, какую-то тоненькую, хиленькую, слабенькую обезьянку, которая будет выступать перед остальными членами стада или стаи. У меня, к примеру, никак не возникает такой ассоциации, такой картинки в голове. Если представить себе, что одна обезьяна каким-то образом влияет, воздействует на оставшихся членов стада, то в моей голове сразу рисуется какая-то мощная обезьяна с большой массивной мускулатурой, от которой исходит сила, мощь и даже, возможно, агрессия. И тут очень важно понять, что есть определенная связь считывания вот этого самого на инстинктивном уровне связь считывания мощи каждого оратора, каждого человека. И что важно оратору? На что обращает внимание аудитория? Аудитория обращает внимание на ресурс здоровья, на ресурс энергетики. Поэтому крайне необходимо, чтобы наше тело, чтобы наши эмоции и наш разум находились в определенном балансе, в хорошем состоянии. Выступая, пожалуйста, помните об этом, потому что прежде всего вы пройдете скан, определенное сканирование на то, что вы из себя представляете на физически-энергетическом уровне. И только если вы пройдете это сканирование, то тогда уже слушатель захочет обратиться к тем ментальным и эмоциональным моделям, законам, которые вы будете предлагать вашей аудитории. И как же этого достичь, спросите вы, как научиться влиять, как научиться быть в этом самом большом, хорошем, здоровом ресурсном состоянии. Практика методик существует очень много, и люди, которые хотят освоить искусство публичного выступления, они, естественно, активно используют эти практики. Прежде всего, очень многие люди, которые хорошо и профессионально, подчеркиваю, выступают публично, эти люди профессионально занимаются определенным спортом, регулярно ходят в бассейн, то есть очень присматриваются к тому, чтобы их форма и физическая, и энергетическая находилась в отличнейшем состоянии. Также существуют такие древние учения, которые помогают войти в контакт между телом, эмоциями и разумом. Эти учения и великие искусства также очень рекомендованы для ораторов. Это и йога, и цигун, и даотские телесные практики. Для развития более глубокого оратора обращение к этим истокам совершенно бесценно. Но а что же делать оставшимся ораторам, у которых нет возможности или времени для занятия данными практиками? В этом случае нам в помощь приходит медитация, потому что когда человек медитирует, то особенно когда мозг начинает излучать альфа-ритмы, то это позволяет телу расслабиться в большем проценте случаев, и это также позволяет мозгу отдохнуть, привнести какие-то новые креативные идеи, привнести какие-то новые инсайты. И, соответственно, после медитации наше ресурсное состояние очень сильно улучшается. И одна небольшая рекомендация, дорогие ораторы, перед тем, как выйти на сцену накануне, за сутки, за двое, нарисуйте себе, пожалуйста, такую юмористическую картинку. Представьте себя в виде вожака стада обезьянева, и вам сразу придет на ум, какими качествами вы должны обладать, чтобы аудитория обезьянки вас стали слушать. И позаботьтесь, пожалуйста, о вашем ресурсном состоянии, приведите ваше тело, эмоции и разум в тот самый баланс. Излучайте силу!